Сканер безопасности в России разработали технологию для упрощения контроля за перевозом взрывчатых веществ. 11 ноября 2019 года, 14.38. Роман Шемаев, Полина Политаева. Российская компания создала устройство, которое умеет определять содержимое любых веществ внутри закрытых упаковок. Как полагают разработчики, после его внедрения в Россию могут снять запрет на провоз жидкости в ручной кладе в самолетах, но только после появления аппарата на всех транспортных объектах. В настоящее время в ряде аэропортов мира уже используются 3D-сканеры, позволяющие распознавать взрывчатку в багаже. В России разработали сканер безопасности, благодаря которому у пассажиров может появиться возможность провозить жидкости в ручной кладе в самолетах. Об этом РИА Новости сообщил президент некоммерческого партнерства Русофт, руководитель рабочей группы SafeNet, Национальной технологической инициативы, НТИ, Валентин Макаров. Компания Ротек занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкостей и других веществ в самолетах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ, заявил Макаров. Он добавил, что снятие запрета на провоз жидкостей возможно только после того, как на всех транспортных объектах будет заменено старое оборудование, отвечающее за безопасность. Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать. Это, скорее, связано уже не с технологическими проблемами, а с бюджетом и желанием их решать, добавил руководитель рабочей группы SafeNet, НТИ. По его словам, проект уже получил одобрение со стороны регуляторов, новинка уже работает в аэропорту Внуково, ведется разработка решения для использования на станциях Петербургского метрополитена. Также по теме «Будущее» за гибридными двигателями, как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ осенью 2020 года в России начнутся летные испытания гибридного авиационного двигателя. Об этом А.Т. сообщил начальник отдела. Уже сейчас система используется за границей, в Чили, для выявления количества меди в руде, которая идет по транспортеру. Мы можем уже сейчас по грузовику, который проезжает под специальной рамкой, понять, сколько находится в его кузове кадмия, никеля, железа и других веществ, констатировал Макаров. Обратим внимание, что летом 2018 года в аэропорту Домодедова был установлен высокоскоростной 3D-сканер с объемной компьютерной томографией, который способен автоматически распознавать взрывчатку в багаже пассажиров. Аналогичные системы также применяются в других странах мира – Великобритании, США, Австралии, Турции, Сингапуре. Так, в июне стало известно, что администрация лондонского аэропорта хитро потратит 50 миллионов на закупку оборудования для 3D-сканирования багажа. Как отмечал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, соответствующие системы должны быть установлены во всех главных аэропортах страны до конца 2022 года. Нынешние правила авиабезопасности доставляют неудобства пассажирам. Председатель Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Растранснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов выразил надежду на успешную реализацию проекта нового сканера, которое поможет изменить существующие порядки в авиационной безопасности, касающиеся запрета провозить жидкости в багаже. На сегодняшний день не существует приборов, способных отличить чистую воду от жидкого взрывчатого вещества. И это, конечно, приносит неудобства пассажирам. Каждый, кто летает, испытывает неудобства, не имея возможности взять с собой питьевой воды в полет, пояснил собеседник. По его мнению, разработка сделает более комфортным пребывание как пассажиров, так и членов экипажей во время авиаперелетов. Если это оборудование будет внедрено в практику, оно даст возможность свободно вздохнуть пассажиру и иметь при себе бутылку питьевой воды. Кстати говоря, медики рекомендуют пить больше жидкости не только пилотам, но и пассажирам. Потому что, когда человек летит, он дышит абсолютно сухим воздухом, так как питание воздухом системы кондиционирования производится через авиадвигатели, где температура достигает тысячи градусов. А сухой воздух, как известно, не добавляет здоровья организму, указал он. В свою очередь, глава общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов более сдержанно прокомментировал новейшую разработку сканирования веществ. По его словам, вопрос массового запуска такого оборудования потребует достаточного количества времени. Также есть опасения насчет того, насколько точно данный аппарат будет выявлять взрывчатые вещества, поскольку нельзя допустить возможность даже малейшей ошибки, поэтому в массовое использование оно должно поступить только после тщательной проверки. Тем не менее мы достаточно скептически относимся к тому, чтобы пересматривать вопрос про воза жидкостей, подчеркнул он в беседе с RT.